Привет всем! Пациент-ориентированная помощь при диабете пишут авторы статьи, вот ссылка ниже, предполагает согласование целей гликемического контроля и схем лечения пациента с его клиническим состоянием и предпочтениями в уходе. Согласование это включает учет имеющихся ко- и мультиморбидностей или другими словами сопутствующего или же даже ряда сопутствующих заболеваний, клиническую сложность случая, а еще ожидаемую продолжительность жизни пациента и бремя самого лечения. Последнее определяется количеством, особенностями приема и профилями побочных эффектов используемых лекарственных препаратов. Когда говорим о диабете, в первую очередь имеем в виду лекарственные препараты направлены на достижение желаемых целей гликемического контроля. Пациенты старшего возраста с ко- и мультиморбидностью более длительным и тяжелым течением диабета должны лечиться менее интенсивно с гликемическими целями, обеспечивающими избегание эпизодов гипо- и гиперликемии. Пациенты же более молодые и с меньшим бредменем ко- и мультиморбидностей, менее длительным и тяжелым течением диабета, напротив, должны требовать более интенсивного вмешательства в углеводный обмен с более жесткими целями. А в жизни? А в жизни часто, как все в жизни. Исследование показало, что пожилые пациенты с диабетом и множеством сопутствующих заболеваний, несмотря на имеющиеся рекомендации, более часто получали интенсивное лечение пиоральными противодиабетическими препаратами с добавлением инсулина. Это имело результатом достижение более низкого уровня гликированного гемоглобина, чем следовало, и подвергало их более частому риску гипогликемии. Гипогликемия у таких пациентов более опасна, чем несколько повышенный уровень глюкозы в крови. С другой стороны, более молодые пациенты с диабетом, которые чаще без сопутствующих заболеваний и к тому же имеют гораздо меньшую вероятность развития гипогликемии и достигают улучшения здоровья при интенсивной терапии, ее не получали. Частота дополнения пиоральных противодиабетических препаратов инсулином для достижения рекомендуемого уровня гликированного гемоглобина у них оказалась значительно ниже требуемой. Парадокс несоответствия интенсивности лечения по требностям пациентов, пишут авторы статьи, был поразительно опасным. Врачи поэтому, заключают они, должны более активно увлекать пациентов в совместные информированные о принятии решений, взвешивая риски и преимущества, предлагаемых им схем лечения. Есть прекрасная возможность, пишут они, упростить и облегчить схемы лечения в старшем, как и сделать их более интенсивным в более молодом возрасте, с учетом конкретной клинической ситуации. Спросите, как оцениваю это я? По мне, первая часть, на отлично, если добавить еще качественное ведение пациента, а не лечение всех имеющихся у него болезней с копом. И вторая, понимая, что главная цель врача не навреди, вызывает сомнение, что надо сильно усердствовать. Помним, врач лечит пациента, природа исцеляет, и на целительные свойства природы опираться надо.